Я сегодня читал историю про исцеление слепорожденного, смеялся так вообще, ну, там фарисеи смешные такие, но я порадовался за этого мужчину. Давайте мы прочитаем Иван Галития на 9 глава, с 1 стиха, и прочитаем до 11. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, рови, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должен делать дела пославшего меня, доколе есть день. «Приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брением из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальный селам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, да это я. Когда спрашивали у него, как открылись у себя глаза, он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мой и сказал мне, пойди на купальню селам и умойся. Я пошел и умылся и прозрел. И вот в пятом стихе, в третьем стихе мы прочитали. Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вот исцеление, это дело Божье. Это то, что Бог делает, это то, что Бог хочет делать, это то, что Бог будет делать сегодня. Господь не закончил делать свои дела. И интересно, что написано, Иисус проходил. Знаете, очень часто в нашей жизни нам самим надо как-то взыскать Господа и как-то научиться, дорогие братья и сестры, самим приближаться к Нему. Потому что мы часто с вами молимся, и мы говорим, Господь, приди в мою ситуацию, приди. Ты же видишь, Господь видит все. Но лишь к некоторым людям Иисус подходил лично сам. Когда мы читаем Евангелие, Он подходил к некоторым людям сам. Но большинство людей, которые получили исцеление, они сами искали Его. Они сами искали Иисуса. Поэтому нам в вопросе веры и в вопросе получения от Господа благословения, исцеления, если мы хотим пережить Божью силу, нам нужно понять эту истину. Нам нужно, и это наша ответственность, научиться приходить к Иисусу Христу. Кто-то может думать, а зачем мне к Нему приходить? Он живет в моем сердце. Зачем мне приходить к Иисусу? Он уже живет в моем сердце. И как бы теперь Он обязан отвечать на все мои молитвы. Но знаете, я заметил, и в Библии написано, и в своей христианской жизни я заметил, что Бог ожидает, чтобы мы приходили к Нему сами. Чтобы мы приходили к Нему. Иисус сказал, Я свет этому миру. Скажи, Иисус свет. И этот свет, Он светит, Он никуда не делся. Однажды Бог сказал, да будет свет, Он включил лампочки, да? Но это не звезды были, это не солнце было. Звезды и солнце появились потом, попозже. Но вначале, когда Бог сотворил небо и землю, Он сотворил свет, Он сказал, да будет свет, и стал что? Свет. Это не от солнца свет, не от звезд. Это какой-то необычный свет, божественный свет. И Он во тьме светит, и тьма не может объять Его. Вы знаете, Бог однажды включил этот свет, и Он его не выключал. Он до сих пор светит. Он до сих пор распространяется. Это божественный свет. Но чтобы Он светил в моем сердце, я должен открыть мое сердце для Него. Я должен позволить этому свету прийти. И когда приходит свет, всякая тьма, какой бы она густой ни была, она уйдет, братья и сестры. Все, что нам нужно, это чтобы загорелся свет. И это очень важный момент, потому что, ну что такое тьма? Тьма, это вот есть тьма невежества, учение света, не учение тьма, да? Учение света, не учение, чьи света и наработали. Тьма, есть, знаете, греховная такая тьма. Есть вот у фарисеев сегодня, если будет возможность поговорим, религиозная тьма, но вообще во тьме люди, ослепленные. Люди живут в темноте и особенно в это время многие люди, они плачут, как маленькие дети в страхе. Они живут в темноте, они не видят будущего, у них нету света перед глазами, они во мраке, они не понимают, что будет, что, как дальше будем жить. Они плачут, переживают. Но когда приходит свет, тьма уходит. Вы заметили, даже маленькая спичка, огонек, зажигалка или что-то такое, маленький лучик света. Даже если сильная тьма, но если огонь загорелся, тьма не может его объять. Никакая тьма. Так вот, я хочу сказать, всякие проклятия, все дела дьявола, в том числе и болезни, это все тьма и мрак. Вы согласны со мной? А исцеление и освобождение и благословение Божие, это света, не тьма. И Бог желает свои дела творить. И Он хочет, чтобы этот свет, который Он послал в этот мир, чтобы он распространился, чтобы он был не просто в твоем и моем сердце, этот свет, но чтобы этот свет распространился и в другие комнаты твоего общежития. И разум, и эмоции, и твое тело, и внутренние органы, и твое помышление. Бог желает освещать нас своим светом всю нашу жизнь, чтобы это касалось всех сфер нашей жизни. Поэтому не нужно себя успокаивать просто тем, что Иисус живет в моем сердце. Бог желает, чтобы этот свет распространился в другие комнаты твоего жилища. Ну, образно говоря, понимаете меня, да? Я хочу сказать, драгоценный, представьте себе этот человек, какое великое чудо. Давайте просто представим, какое великое это чудо. Представьте, человек никогда не видел свет. Он всю жизнь жил во тьме. Знаете, если случается такое несчастье, и человек, например, в результате травмы или болезни, ну, ослеп, так бывает. Но у него хотя бы память есть. Он хотя бы может вспомнить, как деревья выглядели, да? Как солнце, как люди. Ну, что-то хотя бы, какая-то память есть, можно представлять. Но этот человек, он никогда не видел. Ничего никогда не видел. Если бы мы попробовали ему объяснить, как солнце выглядит, как деревья, как люди, он бы не понял нас. Он всю жизнь был во мраке, во тьме, это физически. И что сделал Господь? Он не просто исцелил его глаза, он дал ему новые глаза. Вы понимаете, что у него, даже там есть и были какие-то органы, они были абсолютно атрофированные. Это яблоко, ну, глазные яблоки есть, да? Я не фельдшер, не понимаю там всего, но есть сетчатка глаза, мышцы там какие-то глазные, да? Нервное окончание. Все умерло, было мертво и атрофировано. Он вообще никогда не видел. Это не глаукома, не катаракта, это с рождения просто слепота. Там не было глаз по сути, они все высохли и умерли глаза. Бог не просто, знаете, исцелил его, он дал ему абсолютно новые глаза. Не БУ, вообще просто новые. Абсолютно новые органы. Кто-то верит в это, что это так было? Я не знаю, в какого Бога вы верите, я верю вот в этого Бога. Я верю в Иисуса, который в Евангелиях. И знаете, что написано в Библии? Написано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, аминь. Все может поменяться в этой жизни. Климат, политика, экономика, люди могут поменяться. Иисус не меняется никогда. Он тот же. Это первое. Второе. Этот Иисус сегодня здесь, он сейчас здесь находится с нами. Тот же самый Иисус. Он не послал ангела Михаила, Гавриила, кого-то еще. Он сам лично здесь, тот же самый Иисус, который открыл глаза слепому. Он здесь сейчас. Ты веришь в это? Надо это знать всегда. Потому что он с нами всегда. Он знает, что мы думаем. Он знает, что мы размышляем. Он знает, что мы планируем. Он знает, что мы делаем. Он знает все. Он знает все. Он видит нас и знает нас. И когда падаем, когда встаем, и когда грешим, и когда побеждаем грех, он все знает. Болезни, диагнозы, наши переживания. Он все знает. Он все видит. Он все знает. он живой бог и нам нужно понять что приходить нужно нужно к нему точно так же как ученики тогда приходили у тебя есть вопрос ученики имели вопрос у них был реально вопрос они пришли и спросили господи почему так драгоценный у кого-то из вас есть вопросы к иисусу вы хотели бы спросить мы можем это делать мы можем это делать нам нужно приходить к иисусу и задавать вопросы если есть вопрос если есть проблема мы можем приходить к иисусу и просить его решить нашу проблему если есть болезни мы можем приходить к иисусу и просить его исцелить нас от наших болезней так или нет аллилуйя и он ждет нас это наша ответственность драгоценной приходить нему и вот вопрос вот он родился слепым а ниже ну как серьезный такой богословский вопрос господи учитель на эти учитель так все мы вот ученики ты учитель скажи нам кто согрешил вот он или родители его что он родился знаете вот такое мышление до спина заболела значит согрешил а почему это тебе господь да дал тебе это еще не просто так у тебя списал заболела понимаете вот люди всегда хотят понимать причину следственную связь почему за что как бы представляет бога такого что вот он заметил грех надо наказать обязательно а вы заметили что иисус вот если бы он хотел дать учение про родовом проклятие вот хорошая возможность рассказать про родовые проклятия он не стал ничего отвечать это потому что смешной вопрос я представляю как он улыбался даже иисус друзья вы о чем говорите в смысле кто согрешил как он мог утробе согрешить чем там как он согрешил украл там что-то обманул кого-то чем там покурил ему там утро еще как он согрешит ему вообще смешной вопрос а ведь но раз не он согрешил ну нас же сто процентов родители все вариантов нет родители согрешили родители виноваты и вот этот вот вопрос у них знаете такой сильный глубокий вопрос из-за чего эта проблема иисус не сказал да нет и он не согрешил и родители не согрешили это для того чтобы на нем явились дела божьи потому что здесь чтобы эту ситуацию исправить иисус здесь чтобы исправить любую ситуацию даже если он не открывает причины он есть ответ на любую проблему даже если он не отвечает тебе на твой вопрос почему это у меня есть он может изменить твою ситуацию потому что он ответ и решение для твоей и моей ситуации так или нет и вот он говорит может быть он слепой вам подошел вот присутствие иисуса христа это слепорожденные присутствия иисуса хочется быть присутствие иисуса то что мы в присутствии иисуса мы переживаем присутствии иисуса и мы остаемся до сих пор больными это было в жизни вот этого человека он был в присутствии иисуса но оставался до сих пор слепым и написано господь он делает брение такое хорошее русское слово до или древнерусское брение но современном переводе это просто грязь грязь да и что он делает он просто написано что он плюнул да сделал брение а степой то не видел он только слышал да он слышал что-то там просил что происходит что-то что-то происходит что-то делают да плюет куда плюет в землю плюет что еще делать грязь разводит зачем так и сами не знаем странно мы никогда не видели такой метод исцеления сами первый раз на такой конференции разводит и мажет ему глаза кто-то мог бы соблазниться просто возмутиться к тебе это человеку он с детства больной ты и над инвалидом зачем издеваешься ты зачем ему грязью глаза мажешь знаете порою господь такие методы придумывает и нам нужно знаете не обидится никогда на бога не соблазниться из-за его методов я восхищаюсь женщины хананьянкой представьте как только ее не называли иисус говорил какие-то неприятные слова но она продолжала идти за иисусом христом поэтому второе что нам нужно научиться делать это следовать за иисусом христом первое научиться приходить нему а второе научиться следовать это не только церковь приходить слава богу за те кто приходит церковь это не только библию читать стала богу за тех кто читает библию нам нужно научиться драгоценные братья и сестры следовать за личностью Святого Духа. Потому что Иисус и Отец сегодня здесь невидимым образом, благодаря Святому Духу. И дела Божьи, дела Иисуса будут делаться благодаря Святому Духу через Церковь и Его живое Слово. Вот загнул, да? Ну вы понимаете, да? Он невидимый, но Он здесь, благодаря Святому Духу. И мы должны научиться следовать за Духом Святым. Восьмая глава, двенадцатый стих. И опять говорил Иисус к народу, сказал им, я свет миру. Скажи, Иисус свет. Дальше Он говорит, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Драгоценные братья и сестры, есть условия, чтобы нам не быть во тьме, нам нужно следовать за Иисусом Христом. Как только останавливается следование за Иисусом, как только останавливается Богоискание, вот почему нам нужно иметь жаждущие сердца по Богу. Как только мы останавливаемся в нашем следовании, свет уходит, а тьма возвращается, вот что происходит. Мы живем в этом мраке, мы здесь как светило лучезарное, мы свет этому миру, но весь это, вся эта земля, она во мраке находится. Много зла, много греха, много несправедливостей. И только куда приходит Божий свет, оттуда уходит всякая тьма. Иисус сказал, кто будет за Мною следовать, тот никогда не будет во тьме. Грех – это тьма, болезни – это тьма, головная боль – это тьма, ВИЧ-инфекция – это тьма, онкология – это тьма, артриты – это тьма, болезни сердца – это тьма, катаракты – это тьма, смещение позвонков – это тьма, болезни костей – это тьма, всякие кисты образования – это тьма, болезни крови, это тьма. Чтобы выбраться из этой тьмы, нам нужно быть во свете, нам нужно быть с Иисусом, нам нужно следовать за Ним. И Он ведет нас Духом Святым. И вот представьте, человек этот, помазали зачем-то грязью, и потом Господь дает задание. Кому? Инвалиду дает задание. Дает задание на передвижение. Он говорит, вот ты теперь, в присутствии Божьем, ты теперь помазанный грязью, с луна, как бы с пылью, все хорошо. А теперь, говорит, если хочешь, чтобы глаза открылись, и ты хочешь видеть свет, теперь пойди и сделай то, что я тебе скажу. Господь, ты можешь мне просто глаза открыть? Зачем мне какое-то задание? Ты мне просто дай новые глаза, да и все, чтобы я уже был здоровым. Нет, нет. И ты не обижайся. Но тебе надо пойти и сделать то, что я тебе скажу. Да я больной, ничего страшного. Ты хочешь быть здоровым? Да, тогда пойди и сделай то, что я тебе говорю. Ну и что надо делать? Иди умойся в купальность Силаам. Да я не хочу в Силаам. Иисус, можно я в Бефезду пойду? Ну что там в Силаам? Там вообще не... Что там нормального в Силааме может быть? У нас все в Бефезде исцеляются. Тем более, Иисус, ну ты же знаешь, сегодня суббота. А Иисус, знаете, как специально по субботам любил исцелять. Сегодня суббота, скажи аминь. Сегодня день исцеления, халалюя. Иисус сегодня здесь. Он живой, реальный. Тот же самый Иисус. В субботу. Все, все то же самое. Я не знаю. Вот в Библии не написано. То ли он сам пошел. С палочкой, как слепой. То ли ученики. Знаете, вот мы сегодня, как ученики, мы будем помогать кому-то. Господь очень часто, знаете, использовал своих учеников, чтобы помогать больным людям получать исцеление. Но слепорожденный должен был идти сам. Идти сам. И его послушание. Слово, которое он услышал от Иисуса Христа. Позволило чуду, этому свету, прийти в его жизнь. Понимаете, да? Не просто быть в присутствии Иисуса. Можно быть в присутствии Иисуса и оставаться больным. Можно быть в присутствии Иисуса и помазанным чем-то, чем Иисус помазал, но оставаться больным. Мы можем быть в присутствии Иисуса и помазанным, и переживать прикосновения Иисуса, и слышать Слово, и иметь учение, и откровение, и какое-то, знаете, ну, просто даже понимание своего исцеления и оставаться больным. Но когда, послушайте, но когда мы идем и делаем то, что Он сказал, это открывает нас для Его сверхъестественного света. Я даже не могу себе представить, в каком шоке Он был, когда Он умылся, драгоценный, это, представьте, Он никогда ничего не видел в своей жизни, и вдруг у Нем появляются эти глаза, и Он видит, какое небо голубое, какое все красивое, какое все зеленое, какие люди прекрасные, какая прекрасная, замечательная жизнь. Как часто мы с вами, имея глаза физические, не замечаем этого. Дорогие, давайте мы будем благодарными Господу. Давайте будем говорить спасибо Иисусу за то маленькое, что у нас есть, за маленькую квартирку, за небольшие финансы, за какое-то маленькое здоровье, которое есть. Давайте будем говорить Иисусу Христу спасибо. Аминь. Спасибо Господу за то небольшое здоровье, что у нас есть. Вместо того, чтобы обижаться на Бога, Он не ответил на мою молитву, Он не исцелил, Он не помог. Давайте будем благодарны за то, что Он уже сделал и дал нам. И вот Он открыл, Он умылся, Он открыл свои глаза. И Он увидел, знаете, такой странный метод. Некоторым из нас нам нужно смириться, тогда, когда Господь дает нам странное задание. Как нужно было Нейману смириться, когда ему сказали, иди, пророк, помните, сказал, иди, просто окунись там семь раз. Он мог бы обидеться, огорчиться, взбунтовать и уйти. И он был на грани этого. Он потерял бы свое чудо. Это когда мы сами пытаемся диктовать Богу свои условия. Мы же умнее порой, знаете, мы сами знаем, как мы должны исцеляться. Мы знаем сами. Но когда Господь дает слово, порой мы и бываем не готовы подчиниться этому слову, смириться. Когда Он начинает нам говорить о прощении, когда Он начинает нам говорить о любви, когда Он начинает нам говорить о послушании, когда Он начинает говорить о покаянии, когда Он начинает нам говорить какие-то вещи, что нам нужно куда-то пойти, где-то умыться, окунуться, что-то делать. Мы думаем, ну при чем здесь мое исцеление? Господи, а где же тогда благодать? Драгоценные, пусть никакое сердце не соблазнится, ни от этого слова, ни от метода, ни соблазниться в ожидании чуда, ни соблазниться от молчания Бога, что нет ответа, что нет чуда. Семя, которое падает в землю, оно не прорастает на следующий день и не приносит свет и плод на следующий день. Я заметил в вопросах исцеления, часто людям приходится ждать месяцами и годами, когда появится этот плод. Это божественная терапия. И когда ты следуешь за Иисусом Христом, ты находишься на территории света. Ты просто продолжаешь идти и ожидать от Господа. Ты идешь и служишь Ему, ты идешь и делаешь то, что Он тебе говорит. Это определенный процесс. Нам хотелось бы, чтобы мгновенно, мне тоже хочется, чтобы мгновенно помолился и все. Вот. Так раз и все. Но есть процесс. Скажи, есть процесс. И этот процесс, знаете, свет, он распространяется. Он светит. Он распространяется. Наша ответственность быть с Иисусом. Наша ответственность быть с Ним, потому что Он есть свет этому миру. Наша ответственность следовать за Ним. И этот божественный процесс. Мы идем в послушание. И в это время Господь исцеляет наши тела. Он исцеляет наши души. Он восстанавливает нас. И мы приобретаем не просто здоровье, исцеление. Мы приобретаем новое мышление и новый характер. Может быть, Бог исцелил тебя, но твое исцеление, оно как бы не полное, оно частичное. Двух пальцев не было. Один вырос, а другой не вырос. Бог еще поработает над им характером. Но я шутил. Но у Бога есть планы определенные, да? Мы не можем знать всего. Слепорожденный пошел, умылся, по слову Господа. И прозрел. И приходят дети фарисеи. Что, как произошло? Ты кто такой? Ты слепой был? Да, слепой. Точно слепой. Может, ты не был слепой? Да нет, нет, я был слепой. Ну, как ты тогда видишь? Если ты был слепой, как ты тогда видишь? Ты человек, которого Иисус называют. Он пошел, мне глаза помазал, сказал, иди купаль на селам, там умойся. Я пошел и умылся, и прозрел. Да что ты нам рассказываешь, не может быть. Этот человек вообще не от Бога. Он по субботам исцеляет 100%, он не от Бога. Ну-ка давай рассказывай, как ты, кто ты такой вообще, что тут происходит? Какие по субботам исцеления могут быть? Вы что? Вот в любой день, но не в субботу. И вообще не задерживай нас, потому что в субботний день нам даже говорить много нельзя. Ходить много нельзя. Нельзя ничего делать. В субботу тишина полная. Говорят, ну-ка родители позовите. Родители приходят. А им же страшно, уже сказали, синагоги отлучат. И говорят, ну сын, да, мы признаем это наш сын, да, он был степой. Вот он прозрел. Как он прозрел, не знаем. Да сами спросите у него, он уже взрослый. Страх, знаете. Это за страх. Знаете, религия использует страх, дьявол использует страх. Но они в страхе. Лишь бы от синагоги не отлучили. И уже дошли до того. Вот мы-то ученики Моисея. Потому что мы знаем, с Моисеем говорил Бог. А вот этого не знаем. Кто он такой? Истеленный говорит, так это и смешно. Вот это и удивительно. Он мне глаза открыл, а вы его не знаете. От века не слышно, чтобы кто-то глаза слепорожденному открыл. А вы не знаете его. И в конце этой главы Иисус, Он объясняет. Он объясняет, что они в темноте жили. Драгоценно, я заканчиваю. Смотрите. Бог послал свой свет в этот мир. Но люди, которые возлюбили тьму, они так и не приняли этого света. Бог послал Иисуса Христа в этот мир. Но написано, что те, которые Его приняли, те получили и свет, и получили власть, называться быть детьми Божьими. Бог послал Слово Своё и исцелил их. Но это Слово исцелило те, которые это Слово приняли. Мы можем знать всё. Здравое учение. Слава Богу за нашу церковь. У нас здравое учение. У нас есть вера, откровение. У нас происходят чудеса. У нас исцеление происходит. Братья и сёстры пишут свидетельство. Слава Богу. Но это происходит, потому что мы открываемся для того, чтобы принимать истину такой, какая она есть. Принимать надо. Иисуса принимать. Слово принимать. Тогда свет приходит. И исцеление приходит. Слава Богу.